Друзья, доброе утро! Меня зовут Илья. И недавно мои коллеги из Yamaha Music Russia попросили немножко рассказать о своем выборе консоли для одного из шоу, на которых я работал в почти уже прошедшем, а к моменту, когда будет выложено видео, уж точно в прошедшем году. Это был концерт артиста по имени L1 в Крокусе. В общем, чем знаменательный концерт? Наверное, тем, что там было две барабанных установки, два перкуссиониста, пять или шесть клавишных, многих каналов плейбэков, бэк-вокалы, гитары, бас. Ну, понятно, артист. И еще, помимо этого, ну, так просто большой оркестр с перкуссией, духовыми, деревом. Ну, понятно, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Ну, в общем, такое технически очень сложное шоу. Ну, и у меня был выбор между несколькими флагманскими консолями. Я долгое время ломался и думал, меня ребята уговаривали работать там на одной консоли, я хотел на другой. Вот. Ну, в общем, в итоге я остановился на Yamaha, который у нас называется Rewash PM10. Rewage, наверное, по-хорошему. Чем выбор обусловлен? Во-первых, я постоянно в турах StarMates очень много работаю на Yamaha. Вот. И считаю искренне, что, ну, вот этот разговор про то, что там та консоль звучит, а вот эта не звучит, это все брешь. И я слышал прекрасные концерты, сделанные на Yamaha, и ужасные, сделанные там, не знаю, на Профайле или на Диджика. И также слышал и ужасные концерты на Yamaha, и прекрасные концерты на Профайле и Диджика. Потому что, мне кажется, что дело, на самом деле, не в том, какая консоль работает концерт. А на самом деле, концерт работает не консоль, а коллектив музыканта и фох-инженер, от которых, собственно, все и зависит. А консоль — это, ну, небольшая, скажем так, составляющая в звуке. И если, в общем, руки растут из нужного места, то мы все в состоянии практически на любой консоли сделать хороший звук. Но из-за чего на больших концертах ставятся большие флагманские, так называемые, консоли? Из-за того, что нужен доступ ко всем элементам. И если, ну, грубо говоря, если у вас там 150-канальный input-лист, то листать восьмифейдерными банками, ну, будет как минимум неудобно. Поэтому ставятся большие консоли. Следующий момент. Почему, ну, почему именно Revage, почему не другая флагманская консоль? Мне очень импонирует, возможно, из-за того, что я просто близорукий, но мне очень импонирует тот факт, что все органы управления в Revage вынесены на фронтальную панель. То есть мне не нужно листать под меню, выбирать какие-то альтернативные там кнопочки, назначать себе что-то. Я всегда знаю, что у меня фильтр вот здесь, я даже могу не смотреть на консоль. Гейн вот здесь, сатурация тут, эквалайзеры здесь, сэнды вот там. И как бы в процессе живой работы, когда нужно очень быстро и, ну, в общем, динамично и нелениво принимать решение, это очень сильно помогает, потому что не нужно искать нужный мне орган управления где-то через тачскрин, внутри. Все очень, ну, как бы просто и понятно. Несмотря на то, что Revage, ну, на первый взгляд, кажется такой сложной консолью, на самом деле, ну, по-моему, любой человек, который имел опыт работы на консолях Yamaha, встанет за Revage и за полчаса-час поймет, что к чему. Понятно, что для того, чтобы, ну, полноценно овладеть консолью, потребуется побольше времени. Ну, так, извините, так с любой консоль. Ну, вот, вернемся к чудесному шоу в Крокусе. Из-за того, что было очень много элементов и, ну, то есть, когда я говорю о том, что две барабанных установки, например, тут надо понимать, что это не просто две барабанных установки, а две барабанных установки с двумя малыми барабанами каждая. Если я говорю два перкуссиониста, это не значит, что два микрофона, перкуссии, это там шесть микрофонов перкуссии и так далее. И все это нужно было усадить в одну консоль таким образом, чтобы все, что мне нужно, находилось под руками. И Revage в этом плане очень хорош, потому что в нем можно сделать очень удобно и интуитивно собрать любые custom слои, custom группы, назначить, ну, в общем, DCA и DCA положить в custom группы. Сделать так, чтобы, ну, грубо говоря, под руками находились все нужные мне элементы. И в итоге, так как в... Тут надо еще понимать, что в Revage не восьми фейдерные банки, как мы привыкли, например, в CL-серии, а двенадцати фейдерные. И, ну, во-первых, это самые лучшие фейдеры, ну, на FOG-консолях, которые я когда-либо видел. Как горячий нож в масле, очень понятный, податливый и на удобном расстоянии для рук. Что немаловажно, потому что, к сожалению, есть еще один флагман одной компании, которую мы не будем сейчас обижать, но там расстояние между фейдерами вот такое. И когда ты пытаешься работать, это очень сложно, потому что, ну, если... Понятно, если в работе не задействуются фейдеры, ты выставил баланс и стоишь, как идол деревянный весь концерт, наверное, это нормально. Но когда ты манипулируешь уровнем при помощи фейдеров, собственно, для чего консоли и нужны, то, ну, становится понятно, что удобные фейдеры с хорошим плавным ходом и удобным для рук расстоянием, это, в общем, тоже козырь в рукаве. Вот. Затем, естественно, ну, от консоли зависит то, как мы можем изменить и окрасить звук. И в случае с ревейдж есть еще одна хорошая вещь. У них есть в стейдж-реке такая специальная технология, наверное, назовем это так, которая называется Silk. Я не буду вдаваться в технические подробности, но суть в том, что уже на этапе входного каскада мы можем использовать два различных алгоритма сатурации на выбор. Один называется Red, второй называется Blue. Ну, понятно, один красненький, другой синенький. Насколько я помню, это четные и нечетные гармоники, которые мы можем добавлять к сигналу, но не буду врать, до конца я не знаю, мне больше важно, как это звучит. Это очень полезный инструмент, который помогает, ну, как бы немножко отделить друг от друга разные элементы. То есть, грубо говоря, если, ну, понятно, это не значит, что каждый элемент в 150-канальном миксе сатурируется постоянно Silk. Нет. Но когда мне нужно сделать так, чтобы какой-то из элементов пришел ближе и стал, ну, и занял больше места в миксе, я использую вот эту сатурацию Silk. Она очень помогает. И, ну, в зависимости от инструментов, разные режимы по-разному работают и, в общем-то, ну, в общем, значительно облегчают жизнь. Ну, я не буду рассказывать там, вдаваться в подробности про там канальные Q, фильтры и, ну, в общем, все-все-все элементы Channel Strip. Замечу только, что в Revage, в отличие от CL-серии, появилась возможность использовать, ну, High Pass и Low Pass фильтры прямо на на Channel Strip, на ваших каналах. Это очень помогает, потому что, во-первых, когда консоль работает в 96 килогерцах, приходится немножко внимательнее относиться к высоким частотам и особенно к, ну, этому, скажем так, ультравысоким частотам. Потому что, ну, спектр, ну, спектр сигнала у консоли очень большой. И чтобы, ну, в общем, собрать хороший микс, приходится те элементы, которые не нуждаются в, там, ультраверхе каком-то безумном, естественно, контролировать и немножечко, ну, скажем так, насильно ограничивать спектр. Вот. И, ну, на Revage это делать очень удобно, потому что фильтры всегда здесь, всегда на одном и том же месте. Это тоже очень здорово. Еще один аргумент, который сильно меня склоняет к ревожу на такие большие сольные концерты, это наличие внутри алгоритма реверберации VSS4HD от TC Electronics. Это один из, ну, один из моих любимых ревербов, которые я использую в студии вот здесь, в 6000 TC. В концертных консолях я, к сожалению, его не встречал. И вообще проблема... Ну, я всегда ввожу с собой свою реверберацию. Вот. Именно по той причине, что, как правило, на пультовых ревербах сделать то, что мне хочется, очень сложно. А когда в консоли у тебя есть твой любимый студийный привычный тебе VSS4, который можно использовать... Ну, естественно, это не ограничивается одной машиной. Мы можем их довольно много нагрузить. Это помогает, ну, в общем, расширить нашу звуковую палитру, ребят. Ну, и, помимо всего, там есть довольно большое количество всяких интересных, ну, скажем, условно так, плагинов, которые имитируют различные классические приборы. Я не могу сказать, что они работают феноменально близко к оригиналам, но для концертных условий это то, что нужно. Особенно их совместные, скажем так, разработки с Rupert Neve Designs. Это все тоже пригождается. Ну, и, в общем, посыл какой? Вопрос от Ямахи был, почему я выбрал реваж? Ответ такой, потому что мне нужно иметь все под руками. Мне нужно, чтобы у меня было большое количество входных каналов, большое количество матриц, миксов, чтобы я мог свои хитрые, немножко психованные звукорежиссерские схемы, принесенные из студии, использовать на концертах. И реваж все это позволяет делать. Вот. Затем удобство органов управления, потому что это облегчает работу и ускоряет процесс, что безумно важно, когда у тебя такое количество музыкантов. Понятно, что там рулить, не знаю, кахон, вокал и акустическую гитару, да, возможно, реваж – это не лучший выбор для такой ситуации. Но когда речь стоит о большом, ответственном концерте, для меня это очень важно. И еще один момент, тоже немаловажный, извините, что слово «важно», так звучит много сегодня. Это стабильность работы консоли. Например, у человека может зависнуть фок-консоль, и потом ты просто не объяснишь, ну, скажем так, работодателю, что ты не виноват, и это просто там, он работает на Windows, и такая случилась проблема. Как бы, скорее всего, и гонорара ты лишишься. Вот. Ну, так как мы все питаемся не только духовной пищей, но и насущной, естественно, хочется такого варианта избежать. И я просто знаю по опыту работы с консолями Yamaha, что у меня никогда не было такого, чтобы пульт зависал. И я спокойно и всегда знаю, что все будет в порядке с консолью, что она будет стабильно и надежно работать. В итоге, ну, насколько я знаю, концерт прошел на ура. Говорят, что звук вроде тоже был ничего. Но это не мне судить, это судить, наверное, тем, кто был на концерте. Вот. Ну, а компании Yamaha большое спасибо за то, что предоставили мне эту чудесную консоль в пользование. Я надеюсь, что, в общем, мои с Yamaha отношения продлятся еще лет так 10, 15, 20, 5, 30. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры делал DimaTorzok